Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами VGaming и это новая игра Soul Tide. Сейчас мы просмотрим, что она себя представляет. Итак, перед нами открывается занавес, появляется чудесный город. Что же дальше нас будет ждать? Какая-то сказка или что-то иное? Мы сейчас с вами это посмотрим и откроем для себя новое. Итак, они молятся какому-то огню. Занавес закрывается. Сейчас я закрою, скипну эту историю и посмотрим, что эта вся игра будет представлять. Итак, нам предлагают ввести сейчас ник. Ввожу свой фирменный ник Sun Tank. Как фирменный, я увожу его во всех играх. Подтверждаю выбор. Так, появляется какой-то столб и необходимо там что-то сделать. Написано, непонятно что, но пальцем провожу вниз. Не получается. Оказывается, нужно было нажать и держать. Держу и у меня запитывается система, появляются какие-то значки. Ох, какая картинка чудесная. Смотрите, как там колышется. Ну, как-то не естественно. С точки зрения физики колышется грудь. Да, она должна, все-таки, когда вдыхают, ребра должны, ребрачное место должно увеличиться в объеме. Ну, тут такого нет. Итак, вернулись к какому-то космосу. У нас сверху поднимаются пузырики. Да, это история какая-то нам показывает. Итак, первый герой Виджина. Мы сейчас по ходу дела будем ей управлять. Снова какая-то история. Скипнем ее и смотрим, что же будет дальше. Итак, загрузка лутает. Ух ты. Довольно-таки приемлемое лобби. Очень красивая, без излишеств. Эта игра находится сейчас в бета-тесте. Мы ее смотрим, первую версию пока игровую, открытую для многих игроков. Ну, вы в нее тоже можете поиграть и посмотреть, что она из себя представляет. Так что не делаем поспешных выводов, игру могут еще и улучшить. Итак, геймплей на себя представляет следующее. Есть какие-то клеточки, по которым мы шагаем из сторону в сторону. Сейчас мы идем просто по прямой, так как нет ответвлений. Наша задача уже показана дойти до того квадратика. Вот уже разветвление пошло, я иду. Вот первая ловушка у нас на пути. Нужно вовремя нажать, чтобы ее пройти. Так, я нажал вовремя прошел, появился какой-то рычаг. Нажимаю на этот рычаг и возвращаюсь обратно. Открылась дверь. Мне нужно обратно вернуться. Иду. Опс. Минус 5 процентов здоровья. Я прошел не вовремя и наткнулся на эти шипы. Прохожу дальше. Открывается следующая тропа. Иду. И снова мне какая-то подсказка всплывает, как нужно действовать в данном случае. Я подошел, забираю и плюс 33% к исследованию получаю. Тут есть счетчик исследования. Если он будет равен, как и понимая, 100%, значит ты правильно. Ты полностью прошел этот этап. Прохожу дальше. Открывается передо мной ворота. Я могу покинуть этот этап или продолжить исследование. Так, у меня всего лишь 33% исследования. Это очень мало. Необходимо набрать 100%. И поэтому я буду дальше продолжать исследовать этот этап. Зашел ворота. Они закрыты. Так, дальше я не могу продвинуться. Как я понимаю. Ну, что буду делать? Ладно, скипну этот этап. Пойду дальше. Хотя там я видел, что выше было ответвление, которое я дальше не прошел. Оно загорелось у меня черненький. Так, ну что, зашел в лобби снова. Мне подсказывают, что нужно что-то сделать и войти во второй этап. Захожу на второй этап. Так, иду прямо. Вот они, шипы мои появились. Вовремя я все-таки нажал, не попался на эти шипы. Так, это дверь. Снова ворота, которые не открыты. Мне их нужно как-то открыть, чтобы пройти дальше. Так, иду дальше. Появляется, с кем-то разговаривает. Что случилось? Свяжение. Так, и что же сейчас произойдет? Прогрузка. А, это боевая система уже здесь показана. Итак, смотрим. Враг-то здесь отображен, а я отображен в виде иконочки. Не очень красиво, но это разработчики могут исправить. Все-таки бета-версия игры выпущена. Так, нажимаем, прожимаем. Навыки. Так, три навыка, как я понял, и четвертый базовый у нас. Так, ну что, атакуем. Кстати, музыкальное оформление в игре шикарное. Красивое, очень хорошее. Домах наносим. Так, ну что, атакуем врага и наносим ему урон. Есть. Унесли врага. Прошли этот, так сказать, этап. Нажимаем на рычаг и открываем наши ворота, чтобы пройти дальше. Так, возвращаемся обратно. Главное, чтобы на шипы только... Ох, опять снова. Опять снова что ли, биться будем? Минус 60% здоровья я получил. За что? Так, я переместился совсем на другую клетку. Да что такое? Непонятно. Так, на ловушку какую-то наткнулся. Минус 60% здоровья, это пипец. Оба-на. Итак, в моем отряде уже трое героев и два врага появилось. Ну, давайте обсудим. Конечно, это не очень красиво, когда вот такая боевая система. У тебя снизу твои герои карточки, а враги стоят, как мы привыкли в обычных гачи-играх. Такое, думаю, неприемлемое. Нужно эту систему им все-таки как-то переработать. Некрасиво смотрится. Ну, и у героев есть типа 4 навыка. Ну, одна базовая атака и 3 навыка. Что это нажал? Это типа ультимативная способность. Стреляет из пистолета. Так, мы уничтожили одного врага. И беремся за жирненького, который находится на переднем плане. Непонятно, то ли какой-то демон с рожками, то ли еще что-то. Ну, и анимация уникальных навыков здесь присутствует у героев. Она красивая. Так, здоровье у врага падает очень медленно. Нужно что-то предпринимать. Снова стреляю. 75 очков урона нанес ему. Маловато, конечно. Так, и можно здесь убыстрить скорость. Х2 у меня сейчас включена. Так, ну что, такими темпами враг может ушатать всю мою команду. Ну, шучу, конечно. Так, ну что. Вот враг скоро у меня отлетит. Отлетел. И я продолжу свои приключения спокойно. И так что, двигаемся дальше по этим квадратикам. Продвигаемся дальше по этой поляне. Квадратик за квадратиком. И снова открылись ворота. Но у меня процент выполнения исследования не стопроцентный. А всего лишь 67. У меня есть незакрытые квадратики. Так, 33. Так, прошел на 100%. Я вижу. Поэтому нет смысла больше шагать по квадратикам. И я выхожу с этого этапа. Так, ну что получается. Давайте посмотрим по меню. Что здесь у нас есть в игре. Со мной сейчас разговаривала героиня. И так, здесь я могу просматривать свой отряд. Улучшать его. Менять формирование отряда. Ну и все прочие манипуляции, к которым мы уже с вами привыкли. Снова девушка со мной разговаривает. Или это такой голос, когда мы входим в лобби. Включается автоматически. Здесь я могу просмотреть всех моих героев. Могу просмотреть тех героев, которые у меня не открыты. Их уникальные навыки и все прочее. Так, здесь открывается у меня это типа рюкзака, что ли. Могу посмотреть, что у меня есть. Так, ну как обычно, ежедневные задания. Кстати, когда открываешь меню, оно не так красиво выглядит. Не так гармонично вливается. Здесь я могу посмотреть архивы. То есть историю и все прочее. То есть историю можно пересматривать, сколько тебе улезет. Ну и я получил письмо. В письмо мне пришли ли какие-то награды. Здесь даже есть газета «Луна Трибун» называется. Итак, дорогие друзья, что могу сказать. Игра геймплейна выглядит интересным. Боевую систему, конечно, можно чуть-чуть модернизировать. Не особо хорошо, когда твои герои в виде карточек враги, как и положенного в гача играх, ростовые фигурки. Не очень красиво смотрятся. А так игра приятная на внешний вид. Музыка очень приятная и хорошо составленная. Нет никакой перегруженности в лобби и в геймплее. С вами был Вэй Гейминг. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok